Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии ее ведущая я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! О чем сегодня поговорим? Да, о чем мы сегодня поговорим? Я так думала, как-то немного изменить начало нашей программы и решила с места в карьер сразу прыгнуть. Ну, я традиционно хочу обратиться к вам, уважаемые телезрители, если у вас есть какие-то вопросы, касающиеся психологии, психотерапии, бытовых каких-то отношений, профессиональных, может быть, коммуникаций, то мы с удовольствием вас выслушаем, попробуем как-то вместе с вами подумать, порассуждать над тем, какие подводные камни встретились в тех проблемах, с которыми вы, возможно, сталкиваетесь. Собственно, для этого передача и делается достаточно большой группой. Из всей группы вы видите только двух людей, вот, а так большое количество людей переживает, выпускает, делает. Моя благодарность тем, кто находится за кадром, не знаю, сейчас вот захотелось об этом сказать. Вот, а так, ну, мы ждем ваших звонков. Вы сказали про бытовые вопросы, и мне вспомнилась история, которую я недавно услышала, может быть, пока мы ждем звонков, можем поговорить о ней. Ну, давайте, да. История о том, что молодая девушка вышла замуж, браку не очень много времени, там, ну, больше года, ну, не более двух лет. И супруг, молодой человек, полгода не работает. И она перед дилеммой стоит. То есть, с одной стороны, у них вроде начало отношений, там, они строят семью, там, ремонт делают своими силами, там, к помощи друзей прибегают. И она не хочет портить отношения, но как будто бы муж с ее точки зрения занял такую позицию, ну, раз она не возмущается, значит, вот можно оставить все как есть. То есть, он работу не ищет, сидит дома. И она внутри копит как будто бы силы для решительного разговора, может быть, даже для скандала, чтобы как-то его все-таки вынудить пойти искать эту работу. Вот. Как ей быть, может быть, да? Или как подобраться к этому разговору? Не знаю, правильная у нее позиция вот эта выжидательная? Или лучше не затягивать с такими темами в семье? Вот. Приходит ли к вам, может быть, в кабинет с такими проблемами? Сразу много-много вопросов вам задала Алексей. Ну, сразу могу сказать, что мы, с одной стороны, эту историю, которую вы рассказали, можем рассматривать как типовую. Ну, условно попробовать собрать воедино все похожие истории. Ну, действительно, наверное, в семье не обязательно. Там муж не ходит работать, а он может что-то делать или не делать, что молодую жену раздражает или у нее вызывает это вопросы, но она вот выбирает позицию выжидательную такую. То, что вы сказали в конце, что здесь много вопросов, здесь действительно много вопросов, может быть, даже не заданных вами, и, может быть, есть какие-то ключевые вопросы, на которые мы попробуем вместе с вами выйти. У нас этой девушки нету, этой молодой женщины. Мы вдвоем, и, может быть, наши телезрители к нашей дискуссии присоединятся. Может быть, у них есть какой-то, может быть, у вас, уважаемые телезрители, есть какой-то опыт выхода из подобных ситуаций. Или опыт входа, да, в подобную ситуацию. Еще раз, в чем это подобие или о чем эта ситуация? Формально мы видим, наверное, то, что вы описали. Супруг не работает, супруга работает, да. Наверное, может быть, большинство людей, которые, наших телезрителей, я в том числе, да, кто услышал эту историю, будет думать привычным каким-то способом. Но непорядок. Мы привыкли, что или оба супруга работают сразу и трудятся во благо своей семьи, ну, или для нас более приемлемо, может быть, если супруга молодая, да, не работает, а мужчина работает. То есть к такой конструкции у нас не было бы вопросов или было бы их меньше, если бы только не пришел супруг и не сказал бы, вот у меня такая проблема, и я там коплю и так далее. Ну, возможно, женщину мы оправдали бы с большим количеством аргументов, почему она не работает, не знаю, там, готовится стать матерью или она уже мать, у нее много по хозяйству каких-то дел. Или, может быть, реализовалось ее какое-то представление о семье, тоже достаточно традиционное и до сих пор, где мужчина работает, хорошо зарабатывает, исполняет вот эту часть финансовую, а женщина, ну, как-то так, по хозяйству, в общем, это называется, да. Вот, и то, что мы с вами так, возможно, в первую очередь подумали бы, это как раз показывает, ну, какой-то шаблонный или традиционный подход к этой истории, да. Так. И, может быть, даже в этом смысле у кого-то возникнет стройный ответ, что сказать этой женщине, и каким образом высказаться по поводу мужчины. Ну, так, может быть, аккуратно кто-то из ее подруг бы сказал, ну, что он такой негодяй, или там мерзавец, или более корректно, что же он вот такой нехороший человек, да, вот таким образом распорядился, все на тебе и так далее. То есть я хочу сказать, что можно попробовать выйти из этого шаблона и рассмотреть эту ситуацию как взаимодействие двух людей, где, опять же, мы с вами об этом периодически говорим, где один человек другому что-то говорит, то есть супруг что-то говорит своей жене таким своим подходом, таким своим поведением. Мы с вами не знаем, что он говорит. Кажется, и ваша женщина, да, которую вы приводите в пример, тоже не знает. То есть у нас есть какая-то формальная сторона, об остальном мы можем догадываться, что разыгрывается в этой молодой семье, в которой, ну, как будто что-то… Действительно, можем догадываться, потому что я подробности их взаимоотношений, не истории их любви, я не знаю. Но вы оставили маленькие зацепки, точнее, предложили, из того, что вы произнесли, есть что-то вне шаблона, ну, для меня, по крайней мере, и за это можно было бы уцепиться. Ну, например, прямая ли это цитата слов мужа, или это как-то вы обозначили, он говорит, пока она не возмущается, пока она ничего не говорит, по-моему, вы так сказали, да, я буду продолжать действовать так же. То есть как будто это нам дает какую-то пищу для размышлений, да, предложение открыть эту дверцу, почему он ждет, чего он ждет, что она начнет высказывать свое недовольство, или она начнет высказывать какие-то свои соображения по этому поводу, возможно. Почему она не высказывает, что значит ее поведение в данном случае, да, что она сообщает своему супругу таким образом, когда, ну, он как будто ее приглашает к разговору таким странным способом, он, наверное, мог бы сказать, слушай, дорогая, а если я не буду работать, как ты на это посмотришь? Вот мы сейчас от всего обстрагиваем. То есть он тестирует некие свои какие-то тоже вопросы по отношению к ней, ну, таким своим пофигизмом и, извините за слово, таким поведением каким-то. Он тоже выжидает в какой-то степени. Это, безусловно, позиция выжидания в том смысле, что она не переведена в речь, да, она переведена, она пока существует в поведении. Я не зря сказал, что мы с вами периодически к этому подходим, и, на мой взгляд, в нашей передаче это какой-то важный момент, и вообще в психотерапии это важный момент, попробовать и поработать над тем, чтобы какие-то поведенческие моменты, какие-то моменты, связанные с фантазиями, еще с чем-то перевести в речевую продукцию, в данном случае во взаимную, когда люди пробуют друг другу прямо сказать, да, и тогда, может быть, мы дождались бы его прямой речи, ну, например, я не хочу работать, да, ты должна или, ну, нас обслуживать по каким-то причинам, почему, мы не знаем, да, если мы не будем его обсуждать, может быть, он ждет помощи от родителей, может быть, у него там какие-нибудь вклады есть, может быть, еще что-то, неизвестно, да, может быть, он болеет, что тоже возможно, да, может быть, он ищет себя, масса каких-то вещей, которыми он мог бы это объяснить. Она не спрашивает, он не объясняет. Вот, и поэтому все, как будто что остается в этой ситуации, это шаблонность, шаблонное мышление, что нужно сказать, каким… Ну, то есть он плохой, она бедная мучается. Ну, вот с этого мы начали, да, и как будто вопрос сформулирован понятным и бесперспективным образом, я бы так сказал, понятным, что делать, чтобы он пошел работать, например, да, а бесперспективный, потому что здесь не делать нужно, ну, буквально… Ну, тут как будто бы нет вот этой инструкции, сделай раз, сделай два, сделай три, и все, и муж у тебя на новой, прекрасной, высокооплачиваемой работе. Ну, потому что дело не в работе. Мы сейчас, я пытался к этому подобраться, дело, вероятнее всего, в каких-то аспектах, в каких-то нюансах их отношений. И в этом, как я периодически говорю, мостике, который строится с двух сторон. Почему она молчит, почему она не обсуждает, почему она копит это, почему она ждет от себя, когда этого, ну, как я услышал, этого недовольства, этого гнева, может быть, этого раздражения будет так много, что она выплеснет все это на него, да, наверное, это будет какой-то, может быть, такой пиковый разговор. Вот, как мне видится ситуация, тоже, это в виде гипотезы такой, она как раз опасается привносить в семью гнев, злость, то есть она не хочет вот этот конфликт, неудовольствие друг другу плодить. Но такая какая-то замкнутая такая цепочка получается, где она, избегая этого, наоборот, подводит всеми своими душевными силами ситуацию к тому, что этот гнев с ее стороны появится в их семье. Это замечательно. Вы правы абсолютно, Елена. Я слушал вас и задумался. Это замечательная, по сути, формулировка. Я не хочу привносить, ну, допустим, недовольство в нашу семью. Но ведь если посмотреть на то, что я есть часть семьи, и во мне уже недовольство есть, пусть даже в скрытом виде, оно уже привнесено, да, оно уже существует в нераспакованном, в неопубликованном виде. Вот. И ждет какого-то своего часа. Вы меня спросили, бывают ли такие ситуации в кабинете психотерапии. Они бывают. И иногда я слышу, по-моему, в прошлый раз я об этом говорил, что люди, которые только что вступили в такие супружеские отношения, они немножко или достаточно сильно очарованы теми процессами, которые происходят. Все хотят любви, все хотят тепла. Принятия. Тепла, принятия. Вот чего-то такого, что сейчас очень хорошо и точно начали показывать в сериалах. Вот. И поэтому это очень привлекает нас к просмотру, да, как у них там это организовано. И хочется, чтобы у нас, у меня лично, да, было так же. И недовольство, агрессия до сих пор являются такими разрушителями вот этого образа. Ну, по крайней мере, вот этого очарования, вот этого, да, о котором вы говорите. Я думаю, что эти импульсы, и опять же, практика это показывает, они пугают самого человека. То есть фантазии человека о том, что не только может разрушиться что-то в отношениях, я могу разрушиться, да, я могу не выдержать, если я буду говорить о своем недовольстве. Я, возможно, расплачусь, я, возможно, не сдержу себя в руках, я, возможно, что-то разобью, я, возможно, буду выглядеть как-то непрезентабельно для своего, значит, партнера, меня разлюбят и так далее. Ну, там целый какой-то ворох. Вот. И в этом смысле, почему на ранних этапах, потому что супруги, которые прожили больше и познакомились больше со своими агрессивными проявлениями и тенденциями, недовольством и пережили это, не в том смысле, что изжили, а в том смысле, что познакомились, да, вот у нас все время на новый сервиз отложена какая-то часть средств, мы знаем, что там раз в полгода он будет разбит, мы купим другой, в общем, по этому поводу уже не паримся сильно и не переживаем, главное, чтобы осколки куда-то не попали там, но я утрирую немного. Вот. Вот такие начавшиеся отношения очень хочется от этого от всего сберечь. Ну и хочется, мне кажется, вот у молодых пар вот это представление какое-то, ну, идеализированное, очарованное, как вы говорите, но еще и не быть как все. То есть, ну, я знаю там много пар, у которых вот они там в конфликтах там постоянно что-то выясняют, но нет, мы же вот мудрее, и вот надежда вот этих молодых людей на житейскую мудрость вот в их там 20-летнем возрасте, ну, наверное, на взрослых, конечно, умиление какое-то вызывает, да, там они тешат себя мыслью, что они мудрые, но на самом деле как будто бы им этой мудрости-то и не хватает в тех моментах, где они избегают проявления негативных чувств. То есть, закрутил вот так много-много. То есть, не быть как все, вот мы отличаемся, то есть, мы будем особенными, мы не будем ругаться. Елена, мне в этом слышится обычно, и в том, по крайней мере, как вы сейчас это озвучиваете, что-то очень ценное и важное, я тоже в прошлый раз пытался об этом сказать, не в том смысле, что мы какие-то другие, уникальные и так далее. А в этом есть какая-то фантазия, в нас, в людях, есть это зерно какой-то неземной любви, ну, божественной, да, какого-то божественного объединения, нахождения своего человека, своей половинки. И это как клад найти, причем такой, который не нашел никто другой. Ну, у нас любовь такая, которой нет нигде на земле. И я просто представляю на… не представляю, могу рассказать, и наши телезрители, может быть, встречаются, что встречают такое, с какой гордостью иногда супруги рассказывают, когда у них все хорошо, о том, как им завидуют окружающие. У нас… или когда у них там, ну, что-то есть, но это все настолько скрыто, и окружающим не видно, и они говорят, ну, вы же идеальная пара, вы же там, у вас же все замечательно. Ну, прям хоть садись и с умилением смотри, как вы живете. И сравнивай, да, то есть вот эта эталонность какая-то в любви, в отношениях, она… она как будто очень живучая. Сколько бы о ее нереалистичности не говорили, она все равно живет из… как это… из человека к человеку передается. Поэтому я думаю, что сильно иронизировать по этому поводу не стоит, что у людей есть идея вот такой красивой и замечательной любви. Их быт, их взаимодействие показывают или… как это учат, не то слово, наверное, сподвигают их к тому, чтобы эту заготовку идеальную они как-то под себя сточили и адаптировали, да, не все срезали. Может быть, действительно у них что-то идеальное останется, и мы знаем массу примеров тех, которые до нас дошли в литературе, каких-то красивых супружеских, да, парных таких отношений, которые, ну, для большого количества людей являются такой звездой путеводной, да, вот хотим как вот там… любить так же, да. Вот, поэтому… и бывает это не только у молодых пар, это бывает у людей различного возраста, когда они, обжегшись на чем-то, на предыдущих отношениях, вот тоже приходят и, в общем, задаются вопросом, а как сделать так, чтобы старые раны, старые какие-то обиды, боль вот не разрушили вот это текущее, новое, зарождающееся. Алексей, хочу переключить немного вас от романтической, лирической такой темы, да, потому что вы, так говорите, увлечен на любви. Вот вернуться к началу истории. Ну, вы говорите, что на ситуацию иногда надо смотреть не буквально, а пытавшись хотя бы разорвать вот этот шаблон какой-то. Мне стало вот в процессе разговора как-то пришла идея такая, мне стало интересно вот позиции вот этого молодого человека, вот полгода мужчина. Вот у него же тоже, наверное, в голове сидит вот эта установка, что мужчина должен работать. Но он с определенной долей пофигизма, как я уже говорила, он сидит дома. Вот про пофигизм можем мы поговорить? Вот у вас не вызывает, как у мужчины, вопросы, откуда он черпает вот эти силы сидеть полгода дома, что-то это там подогревает? Вот некоторые люди мечтают немного о пофигизме, потому что они очень ответственные, очень тревожные, переживают за все. Как ни парадоксально, Елена, ваш вопрос, в вашем вопросе он задан и содержит в себе полярность, пофигизм и переживание. Но опыт показывает, что это не всегда полярности. Я поясню. Поведение человека может выглядеть как, может быть обозначено тем словом, которое вы произнесли, пофигизм. Человек не… ну то есть тебе что, все равно, как будет жить наша семья, тебе все равно, что мы будем есть, тебе все равно, что я чувствую, думаю по этому поводу, тебе все равно, там, и так далее, да? А он сидит и, например, даже голову в эту сторону не поворачивает или завтра не идет и не ищет работу. Выглядит это как безразличие и пофигизм. Но опыт, опять же, практика показывает, что это может быть не безразличие, а самое что ни на есть включенность и эмоциональная такая заведенность, выражающаяся в сопротивлении. То есть там не отсутствие чувства, а наоборот их избыток. И сопротивление это может быть подростковое, я протестую внутренне, никому не говоря о том, что я должен быть носителем или исполнительным этих самых шаблонов, да? Или я все-таки сам решу, когда я выйду на работу. Я сам решу, да. А не когда вы мне говорите, чтобы вы не думали, что я пошел и побежал прям только по вашему первому требованию выполнять. Да. Мало того, мы не знаем с вами, а обычно у молодых семей вокруг них есть родители с той и с другой стороны, родственники, которые тоже обладают большим весом голоса и что было сказано, может быть, на свадьбе, может быть, где-то в период ухаживания. Мы об этом ничего не знаем. Но вот для того, чтобы как-то немножко количество вариантов увеличить и простор для соображений был, я могу сказать, что это не обязательно безразличие, не обязательно… Если это безразличие, если это что-то связано с апатией, с депрессией, но это тоже, если мы ближе к профессии психиатра… Ну, тогда мы, может быть, увидим, что этот человек плохо кушает, что он худеет, что он высказывает мысли соответствующие, да, что ему… Бессонница у него, например. Может быть, бессонница, да, что он не видит смысла, что он опустошен, что он не чувствует в себе силы и так далее, и так далее, и так далее. И, в общем, может быть, и так далее. Если это исключить, то перед нами, вот, как мы говорим, условно здоровый молодой человек, но у него есть внутри какие-то вот сильные очень переживания. Ну, в социальном смысле не все бы его назвали здоровым, потому что здоровый – это когда во мне есть сопротивление и переживания, но я как-то с ними справляюсь, а здесь, ну, как сказать, ситуация накаляется, да, пороховая бочка назревает. Вот, и, конечно, чем раньше, может быть, эти разговоры, эта серия разговоров начнется, тем меньше извержения вулкана будет, я бы так сказал. Потому что если все это копить до одного разговора, ну, то есть я врываюсь, все меня достало, давай, или ты выходишь на работу, или мы разводимся, да, ну, такой разговор уже крайний, крайне болезненный. Или все-таки задать вопрос, а что там у тебя в душе происходит, да, давай поговорим по душам. Ну, вот вы очень красиво и хорошо подвели к названию нашей передачи, не всегда так получается, но у некоторых людей при определенной настойчивости, любви и уважении, это случается. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам, уважаемые телезрители, что были с нами. Всего доброго. Всего доброго вам. До свидания. До свидания.